Три фортепиано, баян, мольберты, софиты, хореографические станки и многое-многое другое. Кировская детская школа искусств имени Александра Семеновича Розного благодаря национальному проекту «Культура» вступила в новый учебный год со значительным обновлением учебно-материальной базы. Администрация города по программе софинансирования из областного и федерального бюджетов приобрела для учреждения музыкальные инструменты, методические материалы, оборудование и мебель на общую сумму чуть менее 3 миллионов рублей. Из городского бюджета на закупки было направлено порядка 46% денежных средств. А как звучит новая пианино и для чего используют софиты юные художники Кировской школы искусств, расскажем и покажем прямо сейчас. Раз, два, три, четыре, раз, два, давай! Ксения Мазуренко занимается в музыкальной школе уже девятый год. Сейчас все силы брошены на подготовку к поступлению в музыкальное училище. Испытания предстоят серьезные, конкуренция очень большая. Но цель поставлена. Музыкой занимается ее мама, сестра преподает здесь же в школе. У девушки есть твердое намерение продолжить династию. И новый инструмент в плане столь серьезной подготовки, как нельзя кстати. Он очень красивый. У него более чистый звук, мне кажется. У него более легкое нажатие клавиш. И мне он прям больше понравился. А если бы глаза закрытые были, отличила бы новый инструмент от старого? Думаю, да. И по нажатию, и по звучанию он отличается. У нас на данный момент в школе два замечательных, шикарных инструмента. Один марки Хоффман, другой Михаил Глинка. Ну и мы ожидаем поставки фортепиано фирмы Николай Рубинштейн и концертного баяна Тула. Что касается вот этого замечательного инструмента Хоффман, он непосредственно изготавливается на чешской фабрике в рамках дочернего, можно сказать так, предприятия немецкой компании Бихштейн. В комплекте с пианино три новые профессиональные банкетки, которые легко регулируются под любой рост. И целый перечень методического материала. Пособия и ноты для пианистов, скрипачей, воспитанников хорового отделения и вокалистов. Кстати, в классе у хоровиков в рамках реализации нацпроекта появилась интерактивная доска. Незаменима при изучении теории и в обучении интонированию. Не менее важные и нужные поступления для отделения хореографии. Ролл-шторы на окнах и новые профессиональные станки. Дотяни колени вместе. Пришимай колени. Вот. Самые масштабные приобретения для воспитанников наиболее многочисленного отделения школы искусств. Для художников. Несчетное количество литературы по технике рисования, истории искусств, архитектуре, зодчеству. Более сотни обучающих плакатов, наглядные пособия, мебель, включая столы, стеллажи и шкафы. Но что юных художников порадовало больше всего, так это специализированные профессиональные софиты, яркие и при этом не дают четких теней, и 40 замечательных мольбертов. Для роста и развития есть все и даже больше. В этом году к нам пришли две новые преподавательницы, чему я очень рада. Причем один преподаватель, это искусствовед, закончил Академию Репина, искусствоведческое отделение. То есть у нас есть свой теоретик, чего мы очень долго ждали. Я хочу выразить слова благодарности администрации города Кировска, Комитету по культуре и искусству Мурманской области, Министерству культуры за то, что наша заявка была принята к реализации. И к началу учебного года мы приобрели достаточно много новых и нужных предметов. Реализация проекта ведется с января текущего года и рассчитана на пять лет. Кировчане надеются еще не раз поучаствовать в нем и обновить, если не все музыкальные инструменты, то большую часть.